СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СОТРУДНИКИ 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 СЕЛА СОТРУДНИКИ 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 Особенно сейчас, когда многие родители уехали за границу, детей оставили с бабушками и дедушками. Видите какая сейчас ситуация. Спустя некоторое время мама ребенка сама обратилась в полицию с сообщением о пропаже малыша. По словам сотрудников полиции, женщина им рассказала, что оставила младшего ребенка дома, а сама пошла отводить в детский сад старшего. Мама мальчика уточнила, что младший сын спал, она не стала его будить, оставив дома. Правда, в спешке забыла запереть дверь. Ребенок проснулся и раздетым выбежал на улицу. Его заметил один из водителей, мимо приезжавшей машины и сразу же сообщил полицейским, которые находились неподалеку. Мы подошли к нему, попытались поговорить, узнать его имя, где живет, где его родители. К сожалению, ребенок не хотел ничего говорить. Нам очевидцы сообщили, что ребенок переходил улицу Дичибала на запрещенный сигнал светофора. Так что все могло быть гораздо хуже. Также в начале февраля в Кишиневе произошел еще один инцидент с участием ребенка. Трехлетний мальчик упал с балкона пятого этажа жилого дома на Ботанике. В полиции рассказали, что мальчика оставили без присмотра всего на несколько минут, за которые ребенок успел забраться на табурет, стоявший возле окна, и выпасть из него. К счастью, ребенок остался жив. С многочисленными травмами его доставили в институт матерей ребенка. Только с начала этой недели СМИ сообщили как минимум о пяти происшествиях с участием несовершеннолетних. Мы попросили Национальный инспекторат общественной безопасности предоставить нам статистику по этой проблеме. Начальник отдела безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности Алена Драгомерецкая заявила, что число происшествий с детьми начало расти одновременно с пандемией COVID-19. О детях преимущественно заботятся родители, но бывает у родителей не человека, которому они могли бы доверить детей, а им необходимо ходить на работу, чтобы содержать семью. В результате дети оказывались без присмотра, и как следствие происходили эти случаи. Наша собеседница рассказала также, что раньше у Национального инспектората общественной безопасности не было такой статистики, потому что происшествий с участием детей практически не было. Однако рост числа подобных случаев заставил полицейских задуматься и о статистике. Только в январе в нашей стране было зарегистрировано 50 происшествий с участием детей. Самыми частыми случаями являются падения с высоты или несчастные случаи в доме. Их около 35. Сюда входит и отравление различными веществами, лекарствами или отравление угарным газом. В избежание такого рода происшествий с участием несовершеннолетних сотрудники полиции выступают с рядом рекомендаций и просят родителей соблюдать их, потому что это может спасти жизнь их малышей. Если вы ходите на лёд, родителям необходимо обратить внимание на слой льда, насколько он толстый, а также обратить внимание на другую опасность, которая их может поджидать на водоёмах. Если дети идут в лес или другие места, родители должны оценить, насколько это опасно.